Если вы думаете, что я прямо сейчас просто иду и говорю вам какие-то слова, то вы, к сожалению, ошибаетесь. Прямо сейчас я занимаюсь физической культурой. Да, ходьба – это самый доступный вид физической нагрузки. Если вы выйдете на пару остановок пораньше и пройдетесь пешком или дойдете до магазина, не используя автомобиль, вы уже практически спортсмен. Да, ходьба – это хорошая физическая нагрузка. К примеру, экс-участница Олимпийских игр по лыжным гонкам Ольга Сементина ежедневно выходит в лес и просто там гуляет. Иногда и пару часов наслаждается свежим воздухом. Для большей полезности использует такой вид ходьбы, как скандинавская. Ольга даже проводит тренировки в парке для всех желающих. На самом деле я бы рекомендовала, в принципе, очень многим им заниматься, особенно тем, кто только начинает. То есть у кого низкий уровень тренированности, либо большой вес палочки, нам добавляют дополнительные группы мышц, мы включаем. Естественно, это и калории больше тратим, и физическую нагрузку, кислородный мен больше. В общем, одни плюсы. Есть еще и другие плюсы скандинавской ходьбы. Как нам рассказала главный врач Центра общественного здоровья Татьяна Репкина, заниматься скандинавской ходьбой может любой желающий, вне зависимости от возраста и состояния здоровья. Низкая физическая активность, гиподинамия относится к одному из важных факторов риска, который вызывает ранние сердечно-сосудистые заболевания, увеличивает количество пациентов с избыточным весом и ожирением. Простыми словами, скандинавская ходьба – это минимальная, но такая важная нагрузка для организма. И если вы ею заинтересовались, то смотрите краткий курс обучения скандинавской ходьбе. Палочки нужны для скандинавской ходьбы. Нужно палочки выбрать высотой, чтобы прямой угол был. По технике самое главное, чтобы нам включить трицепс, нам нужно руку в локтевом суставе обязательно разогнуть. То есть большая ошибка. Всегда все идут, просто руку выдвигают и вот такое движение. Либо локоть назад уводят. А что касается ног, это нужно закончить в конце движения, то есть как бы выдавить. Ну, выдавить, то есть выпрямить ногу до конца. При обычной ходьбе мы этого не делаем. Ну да, идем. Да, просто она такая у нас согнутая в конце остается. При скандинавской ходьбе выдавливаем, тогда у нас ягодичная задняя поверхность бедра и икроножная все подключается. Так что самый простой способ поддерживать свое здоровье – просто ходить, используя разные техники. Кстати, впервые день ходьбы в стране отметили в 2015 году. Тогда был целый спортивный марафон. Эстафетную палочку друг другу передавали 11 городов в течение 11 часов. К сожалению, массовых мероприятий по случаю праздника в этом году не запланировано. Но ведь каждый может одеться по-спортивному, взять палки в руки и отправиться в лес отмечать день ходьбы. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком.